Керчь и Евпатория, Джанкой, Армянск и Красноперекопск, Ялта, Алушта, Судак, Симферополь и Севастополь. Города великой страны. Турецкие отели с апреля поднимут стоимость своих услуг до 50% из-за высокого спроса и больших объемов раннего бронирования. Такой прогноз дают эксперты Ассоциации туроператоров России. По данным АТОП, сейчас объемы раннего бронирования практически достигли допандемийных. Это связано с лояльными условиями въезда. В страну пускают даже без прививок. Кроме того, активные продажи при раннем бронировании стимулируют рассрочками. Даже такая есть услуга. Конечно, это все притягивает российских туристов на зарубежные курорты. В частности, сегодня Турцию мы обозначили. Насколько актуально зарубежное направление для россиян и достигнет ли поток тех, кто хочет отдохнуть в Турции, Египте, в Арабских Эмиратах, такого на самом деле хорошего допандемийного уровня. Обо всем об этом мы пообщаемся с нашей гостьей. Доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Екатерина Лукьяненко у нас в студии. Екатерина Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. В Турции, как перефразируя известный фильм, раз в жизни должен отдохнуть каждый россиянин. Мне кажется, с такой мыслью сейчас уже входят в совершеннолетие дети и продолжают жить дальше. В Турции действительно отдыхали многие. Знаем, что там все всегда по-разному. Сначала Турция была очень дешевая, потом наступила пандемия, цена выросла, потом на доллар цена отреагировала. Вот сейчас опять цены неплохие, но с апреля будет повышение. А как вы считаете, почему все-таки мы так любим все эти зарубежные курорты? Как бы мы тут не призывали отдыхать в своей стране, но желание уехать за границу все равно велико. Даже у самых ярых патриотов. Как вы тонко заметили, хоть раз в жизни должен отдохнуть в Турции. Вы знаете, вопрос в детском отдыхе. Мы очень часто об этом забываем. Я говорю, в общем-то, курортную индустрию, туриндустрию в целом. Чем раньше ребенок получает вот эту прививку дестинацией, тем на дольше срок она остается в такой рекреационной памяти. Потому что для большинства россиян Турция стала именно первым курортом. Если поколение старшее всегда представляло лето, отдых, теплое море, это был Крым, Евпатория, ну в какой-то мере Сочи, да, наши соседи ближайшие, то уже выросло, ну почти три поколения, да, подошло к такому уже среднему возрасту, когда человек сам выбирает, сам платит и сам за себя отвечает. Понимаете, вот это уже три поколения, которые были привиты, скажем так, турецкими курортами. Сложно не согласиться здесь с вами. Да, теплое море, безусловно. Действительно, это то, что вот, как мы говорим, да, кто едет в Крым и ехал в Крым всегда, это люди, которые еще с советских времен помнят Крым, как говорится, с детства. И ведь многие, помним, с 14-го года приезжали и говорили, мы здесь не были с самого детства, вот, наконец, мы опять попали в Крым. Так же и, наверное, в Крым. Точно так же для большинства наших граждан это турецкие курорты. Но не будем забывать, что мы живем в очень большой стране, в холодной стране, да, с ее таким большим континентальным климатом, и миллионы людей хотят теплого моря. При всем разнообразии выбора отдыха по разным направлениям все равно морской отдых, отдых на море остается пока преобладающим. То есть, вы считаете, что Турция, Египет, это больше климатическим фактором они берут, чем своими условиями прекрасными, которые они предлагают? Вот мне просто интересно понять, что здесь главенствующее. Весы. Да, да, на чьей чаше будет больше аргументов? Я думаю, здесь группа факторов. И погода, или на чашу сервиса? Группа факторов. То есть, спрос, он не рождается мгновенно, да, спрос формируется. Как бы не просто это звучало, но на самом деле за этим очень глубокий смысл. Этот спрос был сформирован в течение уже почти 30 лет. Это очень важно. То есть, да, в некоторых, скажем так, бизнес-играх мы, ну, не можем, скажем так, не проигрываем, но можем по некоторым позициям уступать. Все равно наше Черное море холоднее. И сезон у нас начинается позже, как бы мы этого не хотели. И все-таки россияне с маленькими детьми, тем более, если это дошкольники, да, или там школьники младшего возраста, они готовы уже бы в июне, некоторые в конце мая, все, уже уехать на теплое море. Мало ли какие периоды отпусков. Это сыграло свою роль, да. Плюс продолжительность этого сезона удалось, да, нашим конкурентам раздвинуть эти рамки сезона. До ноября спокойно купаются. Теперь уже, да, раньше октябрь-ноябрь, это были такие прекрасные предложения, как мы говорим, вкусные предложения. Потому что это был недорогой отдых, а море было еще теплым, экскурсии были нелюдными, и цены были, ну, действительно, уже как вкусное пирожное с утра, да. И тогда мы делаем с вами, наверное, такой вывод, что для среднестатистического россиянина вряд ли сыграет фактор повышения цены. Вот давайте в эту сторону уйдем. Потому что начали с того, что с апреля турки поднимут на 50% свой отдых. Спрос об этом говорит. Да, спрос об этом говорит. Ну, понятно, высший спрос, конечно, будет расти цена. Но повлияет ли это на посещаемость за границей, как вы считаете, если будет расти ценник, и вот этого вкусного пирожного, о котором вы сейчас сказали, его уже на завтрак никто не принесет. Уже надо будет раскошеливаться по полной. Ну, наши сограждане уже приняли к сведению то, что подорожало. Все подорожало, не говоря о потребительской корзине, да, о многих других факторах. И отдых, соответственно, тоже. Вслед за остальным идет и дорожает отдых. И о том, что россияне будут готовы заплатить цены, гораздо выше, чем, да, там, до пандемийное время уже в среднем 60 тысяч на двоих, да, с хорошим уровнем отеля не хватит. Это будет гораздо выше цена, однозначно. Но о том, что готовы заплатить эту цену, говорит ранее бронирование. Глубина бронирования полгода. Это очень серьезный такой прецедент. И мы понимаем, что, да, эти деньги, может быть, не приготовлены, но сейчас это уже уровень, понимаете, не то чтобы престижа, некоторого такого показателя, да, что если ты еще не выбрался летом на море, ну, это значит, уже совсем все плохо, да, то есть как мы... Ну, наш человек российский, он не может быть хуже других, понимаете. Иванова, Петрова, Сидоровы были, а я... Можем всякие страницы в соцсетях, конечно, нам тоже надо что-то выводить. Это очень большой вариант, и, конечно, который тоже формирует спрос. Ну, и посмотрим, насколько наши отечественные курорты будут конкурентны по цене в этом году. Это тоже очень важно, но здесь никогда отечественные курорты наши по цене не были лучшие, чем Турция и Египет. К сожалению, даже в те моменты, когда Турция завышала цены, мы помним, там, они на евро переходили, и у них был значительный скачок в ценообразовании. Вот тогда нам эксперты говорили, все, сейчас Турция к евро привяжется, цены вырастут, и наши туристы точно не поедут, потому что для них будет гораздо выгоднее отдых в Сочи или в Крыму. Тем не менее, все равно турист поехал, потому что цена в итоге оказалась все равно доступнее, ниже, и даже, может быть, где-то и не ниже, а на таком же уровне. Но за эту цену ты получал гораздо больше опций каких-то приятных, чем на отечественных курортах. Вот и здесь вопрос, как они там вообще эту цену формируют. Есть понимание? Конечно, но это технологический процесс абсолютно. Нет, дело вообще не в государственной поддержке. Государственная поддержка там выступает в качестве создания хороших условий для инвестирования. Ну где это рентабельность 60 тысяч на двоих за 7 дней? Вот наши ательеры, они все говорят, да вы что, какие 60 тысяч на двоих за 7 дней с полным пансионом, all inclusive, да это невозможно, мы по миру пойдем все с такими ценами. Но у нас в отеле таких мало. Если говорить про Крым, у нас еще нет столько предложения, чтобы ответить на этот спрос. У нас достаточно мало, емкость номерного фонда ничтожно мала по сравнению с спросом. Мы действительно большая страна, и люди готовы отдыхать, и готовы отдыхать семьями, что немаловажно. Но у нас еще не так много, что можно предложить. И мы все равно этот спрос упаковываем в эти 3, но с большой натяжкой 4 месяца. И это очень мало. А все остальное время, огромные эксплуатационные расходы наших ательеров, еще не так много отелей, которые могли бы предложить ассортимент услуг, который был бы востребован в межсезонье. И это все, конечно, влияет. Колоссально влияет. То есть у нас еще не так много отелей, которые могли бы предложить такой уровень отдыха. Но мы вариативны. Вот о вариативности давайте. Смогут ли наши отели каким-то образом подстроиться? И может быть в каком-то прекрасном ближайшем светлом будущем мы увидим нормальную цену за нормальный сервис на отечественных российских курортах, особенно в сезон. Ну, я не говорю уже о совсем низких ценах. Понятно, что в сезон всегда цены повышаются. Будет. Но когда мы видели в прошлом году, это были не цены, а просто космос, за какую-то комнатушку, за маленький номер с одной полуторной кроватью, там за 6-8 тысяч рублей в сезон, ну, честно говоря, были вопросы к ательерам, а как вообще можно за такие деньги продавать вот ваши отели? Ну, я боюсь еще вот этой вредоносной мифологии, понимаете, которую вот только что вы озвучили. Когда говорят о таких ценах, и когда я тут же задаю вопрос, где, когда... Могу точно вам сказать, в Евпатории в конце июля точно была цена, вот знакомые сталкивались. Это был такой маленький, небольшой мини-отель частный, какой-то пансионат. Как я поняла, просто было раскуплено уже все, а то, что осталось, продавали за космические деньги, потому что понимали... Ну, что, что осталось, ведь мы ответили на этот же вопрос. Потому что люди все равно возьмут. При достаточно раннем бронировании, достаточно раннем, говорю, марта и апреля, то есть мы берем береговую линию Прибрежного, Сакский регион до Евпатории, ну, часть тоже Евпатории, и это были номера от 4 до 5 тысяч. Да, со всеми удобствами в первой линии. Все то же самое, но меньше мест, короче, сезон. Это тоже немаловажно. Плюс инвестплощадки. А давайте еще разовьем мысль о том, что вот вы сказали, да, мы, наверное, сможем когда-нибудь в светлое будущее войти с хорошими ценами и прекрасным сервисом. При каких условиях? О конкурентности уже сегодня упомянули. Когда туристов койко-мест увеличится в 5 раз. Конкурентность? Конечно. То есть когда будет действительно койко-места, где мы расселим, разместим этих туристов, немаловажно. А для этого нужны, конечно, хорошие инвестплощадки. Когда мы будем строить не 15-этажки многоквартирные и распродавать их мгновенно, получая хорошие проценты прибыли и так далее. И не давая ни одного рабочего места почти. И размещаясь на хороших территориях, но с старыми коммуникациями. Вот когда мы перестанем застраивать побережье этими бесполезными объектами на будущее, да, и в целом для инфраструктуры. Ну, я не говорю глобально бесполезными, но все прекрасно понимают, о чем я веду речь. А когда это будут объекты гостиничного, да, сервиса, гостиничной индустрии, вот тогда мы сможем поговорить о том, что ценообразование может, да, в своей политике, да, там, тактике и стратегии сравниться с нашими конкурентами, с турецкими курортами. Ну, и давайте еще тогда о сервисе скажем, потому что Турция это прежде всего сервис, не только тепло, большой сезон тепла, но и сервис. Турция, Египет, это вот как раз те страны, куда едут за сервисом. Прекрасно. Мы здесь явно отстаем, хотя где-то стараемся уже подтягиваться, но все равно еще нам далеко до этого предложения все включено, когда там фактически на каждом шагу тебя ожидают какие-то интересные приключения или гастрономические, или просто какое-то безудержное веселье. Что мы здесь, где мы здесь проигрываем и как нам это подтянуть? И вообще, ведь люди-то с каждым годом, они становятся все требовательнее и требовательнее. И делая сейчас какой-то, закладывая, да, какую-то мысль на ближайшее будущее или там какой-то отель, мы должны понимать, что через пять лет захочет турист видеть в этом отеле. Какие тенденции вообще на сегодня? На самом деле все настолько просто. Мы говорим о емкости, номерном фонде отеля. На самом деле наш разговор сводится к номерной емкости отеля, как бы странно это ни звучало, потому что нам три десятилетия, Крым в частности, приходилось как Мюнхгаузену, да, самого себя вытаскивать за волосы из болота. То есть никакой там, мы говорим не о государственной активности, там программах, поддержке и так далее. То есть каждый маленький отельер, эти маленькие инвестиции и, естественно, к следующему сезону две покрашенные там панели в двух номерах сменили сантехнику, это уже достижение. И это маленькие отели. То есть мы получили в процентном отношении в основном отельные предприятия с очень малой емкостью номерного фонда. Если мы говорим об этих отелях 10, 20, ну даже 50 номеров, это ничего. То есть такой объем проданных, да, койко мест, полученных, вырученных средств от этого, он будет настолько мал, что не сможет позволить ательеру предоставить ассортимент услуг. А когда это 500-местный отель, то представьте, объем вырученных средств, которые можно вложить во все эти дополнительные услуги, диверсифицировать свой продукт и, соответственно, этим ассортиментом вот создавать ту привлекательность, спрос и так далее. А если мы с вами посмотрим на туристскую карту Крыма, я не буду о грустном вообще с утра, потому что мы увидим, что этих отелей емкостью хотя бы, ну, 250 мест. Их мало, конечно. Ничтожно. Да. Поэтому о каком инклюзиве мы можем, о каком шведском столе, который так любят наши туристы, мы можем говорить. Даже это сложно, потому что это маленькие отели. Вообще это все выгодно в крупных отелях. Конечно. Это должна быть действительно емкость отеля. Тогда об всем этом можно говорить. И вот здесь опять получается две стороны. С одной стороны мы говорим, что надо подходить к бизнесу туристическому с разных ракурсов и малые отели, вот эта фишка гостеприимства, когда ты живешь у хозяина дома. И уже люди приезжают к людям. Да, люди приезжают к людям. Важно. Это хорошо, но с другой стороны, получается действительно, что конкурентно способными смогут стать только те отели, которые огромные, где очень много людей, о которых уже не скажешь, что там какая-то явно душа в этих отелях просматривается. С малыми отелями они выживут или нет? Что будет с ними? Да. Они более гибкие, они отреагируют на спрос быстрее. Они тоже выживут, потому что уже сформировался опять-таки тоже устойчивый поток туристов, наших гостей, которые приезжают люди к людям. То есть если им понравилось у Марии Ивановны, и они как дома у Марии Ивановны, они будут год помнить блинчики с розовым вареньем Марии Ивановны. Они будут помнить заботливого хозяина, который лишний раз посмотрит, не представите ли вы машину, а вот здесь светки, да, да, вот вам мангальная площадка, хорошо детям, там удобно, неудобно. То есть люди едут к людям, это тоже немаловажный фактор. То есть это тоже будет сектор. А опыт приема гостей в Крыму, это все-таки 200 лет уже. Опыт хороший, но вот я слышала два мнения, как раз одно мнение, что надо крупными отелями Крым как-то обустраивать и увеличивать. Увеличить их количество. Да, койко-места. Другое мнение, что Крым, наверное, где-то по духу своему может походить вот на ту же Грузию, почему-то с Грузией иногда сравнивать. Да, душевно. Говоря, да, вот этой гостеприимности о маленьких, небольших гостевых домах, о люди к людям и так далее. Что надо в эту сторону, наоборот, идти. Вот идти туда и туда. А совместить грамотно удастся, на ваш взгляд? Конечно, потому что эти маленькие отели уже существуют, они работают. И я думаю, вот им как раз-таки нужна будет и поддержка для бизнеса. Потому что варианты программы, это все работает, кстати. Эти большие комплексные грантовые программы от государства в рамках Ростуризма прокатились, да, вот эти допандемийные, пандемийные годы. И действительно, малый бизнес получает эту поддержку. Вы смотрите, появились такие специфические, оригинальные объекты размещения. В Крыму их становится все больше и больше. Это либо эксклюзивные бутик-отели. Появились глэмпинги, что вообще на нашей территории новинка, да, когда вы в горно-лесной зоне или в какой-либо такой, скажем так, отдаленной территории, ну, получаете комфортный отдых, да, а не палатка. А эта палатка, но она у вас со всеми удобствами, скажем так. То есть ассортимент расширяется, услуги. И те, кто будут ехать в Крым за Крымом, те будут довольны. А кто будет в Крыму искать Турцию, вот с этим сложнее. Очень мудрая мысль, да, надо в Крым действительно только за Крымом ехать и не сравнивать. И об этом тоже очень многие говорят, что очень зря мы начинаем сравнивать себя с Египтом. Мы не сравним Грузию. Да, совершенно разные вообще вещи. Екатерина Алексеевна, по внесезону всегда задают этот вопрос нашим экспертам. И мне интересно мнение. Мы действительно проигрываем в погодных условиях. Мы просто физически не можем провести тепло в Крым и включить его с мая. Кипятильник в море. Кипятильник в море не можем. Вот что мы можем сделать, что в наших силах в тот период, когда море холодное и у нас еще не сезон, а мы все так эти крылья сезона хотим расширить в последнее время. Как вы считаете, какой здесь выход может быть? И правильно мы сейчас двигаемся в направлении в направлении СПА. Вот как мне это кажется. Сейчас как-то Крым выбрал эту нишу. И медицина, лечение. И медицина, лечение. Да, вот давайте порассуждаем на эту тему. Крылья сезона за счет каких услуг в Крыму можно и нужно расширять. Это одна из таких очевидных напроторенных дорожек в мировой практике туризма, когда услуга не зависит от погодных условий. А природно-климатических не могу сказать, потому что, конечно, СПА, Велнес, они востребованы больше в тех регионах, где есть именно бальнеология, где минеральные воды и грязи. Нам грех жаловаться. Конечно, в последнее время все чаще и чаще задают вопрос, а где ваши термальные источники? Ну, привыкли уже наши соседи Краснодарский край, Адыгея, эти термальные источники, эти большие вырытые в земле корыто под открытым небом, но все равно это привлекает. Ну, плюс еще и уровень, ну, баз появляется достойный. Но с этим у нас пока сложнее. У нас вообще с водой, конечно, не так все просто, как кажется нашим гостям с других регионов. Поэтому, да, с термальными источниками сложный пока вопрос. Может, исследуем, найдем. Хотя все это исследовано, конечно, давно и известно, но не все мы так можем использовать. С теми составляющими, которые есть. Ну, вода – это ресурс просто стратегического значения. Пока мы ее выливать в большие бассейны не можем, да, просто так, а потом сливать. В никуда это преступление для Крыма. Но в целом бальнеология есть, потому что минеральные воды Сакска и Фатарийского региона – это потрясающий лечебный ресурс. И чем больше мы будем об этом говорить, да, о том, что есть такая возможность, и в Крым нужно приезжать за здоровьем, это будет, ну, постепенно. Но, опять-таки, в это нужно вкладываться. Большинство россиян, когда об этом узнают, у вас есть курорты, нужно приехать полечиться, а ведь это колоссальные программы, да, здоровительные, лечебные. Ну, к этому, к этой упряжке, да, еще можно добавить. Ну, к этому нового изобретать, ведь в советское время прекрасные были карты санаторно-курортные, по которым можно и сейчас продолжать работать. С этим сложнее. Вот вы, санаторно-курортное лечение, никто курортологию, да, климатолечение, вообще нашу практику санаторно-курортного лечения не отменял. И это более продолжительные циклы. Это не 7 дней, и даже не 10. 14 минимум, но в идеале, конечно, 21. А вот на такие траты, конечно, не готовы. И не готовы, и в принципе, эта жизнь сейчас поменялась. Я уж не знаю, как у кого, но чаще всего отпуск это 2 недели. Конечно, конечно. То есть выделить 21 день, это уже шикануть, чтобы отдохнуть. А организм требует именно 21 день, да, неделя, неделя, неделя. Значит, надо менять как-то программы, да, делать их более интенсивные. Ну, во всяком случае, потенциал есть. Очень хотелось бы, чтобы Крым по максимуму его использовал, не выдумывая велосипеды никакие, не перенимая опыт, который у нас не приживется, а брал вот то, что уже готово. Я так понимаю, об этом речь, да? То есть активный отдых в межсезонье в Крыму – это все равно спросовое направление. И мы здесь ни в коем случае не отстаем, потому что трекинг, хайкинг, наши веофераты прекрасные крымские, на высочайшем уровне, спроектированные, выполненные, привлекающие огромное количество людей. То есть мы привыкли к очереди, например, Воронцовский дворец, а июль, хотя это жарко, и сентябрь, когда уже более благоприятные условия, очередь заход на веоферату, понимаете? То есть очередь на скалолазную тропу. То есть Крым может себе поставить такой плюсик, то есть этого добились. То есть насколько молодежь желает этих активностей, доступных по цене, не привязанных ни к каким там договоренностям заранее. То есть решил, поехал, прошел. Только, конечно, в сопровождении опытного инструктора. Обязательно, да. Но это тоже для многих сейчас и инструкторов дают, и в принципе, я знаю, можно идти неподготовленно, тебя проинструктируют. Главное здесь не нарваться ни на каких аферистов, а к подготовленной лицензионной группе примыкать, чтобы люди, знающие, могли проводить эту экскурсию горную. Екатерина Алексеевна, у нас остается буквально несколько минут, но давайте тогда ответим на самый главный вопрос. Нам стоит сравнивать себя с Египтом и с Турцией? И если стоит, то в каком контексте? Потому что мы начали с того, что у нас все равно за рубеж люди будут ехать. И крымчане, мы знаем, все равно катаются и в Турцию, и в Эмираты, и на Мальдивы, и на Кубу, куда только они ездят, потому что тоже хотят посмотреть мир. Вот конкуренты, неконкуренты, есть несколько мнений. Давайте с другого ракурса посмотрим. Если мы не усложним правила отдыха на наших курортах, то мы не получим этого перекрытия канала Турпотока. Поэтому если мы будем, скажем так, в том же тренде, с вполне выполнимыми условиями по антиковидным мерам, то поток будет и в Крым. Потому что большое количество людей все равно хотят отдыхать на отечественных курортах, где родная среда, родной язык, безопасное море. Одно из самых безопасных морей в Северном полушарии. Это наше Черное море. Спасибо вам большое за очень интересную беседу. Я напомню, у нас сегодня в гостях была доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Екатерина Лукьяненко. Спасибо, что пришли. Тема важная. Туризм у нас всегда актуален. Приходите еще. До свидания. До свидания. Будь с нами онлайн. Подписывайся на страницы РИА Новости Крым ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Ютуб. Здесь самые ключевые новости региона, яркие фото и захватывающие видео. Читай, комментируй и лайкай. Ждем тебя прямо сейчас в аккаунтах РИА Новости Крым.